Всем привет! Сегодня мы рассмотрим флеш-картридж для Super Nintendo. Если вдруг кто не знает, флеш-картридж это такая штуковина, при помощи которой можно играть в игры, скачанные из интернета. Скачиваете ROM, записываете его на SD-карту, SD-карту вставляете в подобный флеш-картридж и можете играть в классические игры на оригинальной Super Nintendo. Многие спросят, зачем нужен такой картридж? Ведь можно приобрести картридж с нужной игрой и все, и не заморачиваться с флеш-картриджами. Но, во-первых, многие игры стоят довольно больших денег, а некоторые экземпляры просто баснословных. Второе. Некоторые игры довольно сложно найти, а при помощи этого картриджа у вас появляется возможность сыграть практически во всю библиотеку Super Nintendo. На рынке, в принципе, не так много предложений подобного типа флеш-картриджей для Super Nintendo. Это вот этот флеш-картридж, который у меня в руках. Это, кстати, Super Everdrive X5 от украинского производителя KRIX. Он вышел относительно недавно, если я не ошибаюсь, в ноябре 2018 года. Он сменил Super Everdrive под номером V2. И в чем различие V2 от X5? Во-первых, X5 позволяет мгновенно загружать ROM. V2 нужно, в общем, немножко подождать, пока память сотрется, и ROM снова запишется в память картриджа. То есть это где-то секунд 20-30. Ну и еще самое главное различие. В общем, старые версии Super Everdrive имели возможность припаять на плату дополнительные чипы, которые использовали картриджи для Super Nintendo. Подобные чипы использовались, например, в таких играх, как Star Fox, Super Mario World, Yoshi Island, например, тот же самый Mario Kart, Mega Man X2, если мне не изменяет память. Около 70 игр из библиотеки Super Nintendo использовали подобные чипы. И на Super Everdrive X5 у вас в них сыграть не получится. В общем, для кого-то это станет довольно существенным минусом, и поэтому я об этом сразу говорю. Ну а так, обычные игры, которые не используют подобные чипы, прекрасно запускаются на этом картридже. А если вы хотите получить практически всю поддержку библиотеки Super Nintendo, то вам нужно обратить ваш взор на картридж под названием SD-TUSNESS PRO. Но у него стоимость, конечно, космическая. 197 баксов. Я совсем забыл сказать, сколько стоит Super Everdrive X5. Его стоимость на сайте производителя сейчас минутку 89 баксов. И плюс доставка около 5 баксов. Доставляют практически во все страны мира, за исключением нескольких. Ну, об этом вы можете уж поинтересоваться сами на сайте Крикса. В общем, есть еще на рынке и китайские подделки, то есть китайские клоны. Но тут, в общем, да, вы заплатите баксов 50, они где-то стоят около 50. Но вы лишаетесь обновления прошивок. И плюс эти клоны сделаны с более старых версий. Это значит, что у вас не будет быстрой загрузки ROM-ов. Но и также у китайских картриджей нету поддержки DSP-чипов. То есть Super Mario Kart на них вы не запустите. То есть игра не стоит свеч, да. Сможете поиграть большую часть игр. Но опять же, новые обновления, новые прошивки, которые выходят для картриджа, исправляют какие-то ошибки. А с китайскими клонами, в общем, как вы получили старую прошивку, так с ней и будете сидеть. В общем, ну, по крайней мере, интернет, комментарии в интернете об этом говорят. В общем, давайте перейдем от разговоров к делу. И посмотрим, как выглядит Super Everdrive X5. Super Everdrive X5 я приобрел напрямую с сайта Крикском. Есть, конечно, еще посредники, ресейлеры, у которых можно приобрести подобные картриджи. Но я решил, в общем, приобрести на сайте у производителя. Шел он, в общем, с Украины до Литвы где-то неделю. Пришел, в общем, очень быстро. Я его заказал. И через недельку он уже был у меня в руках. В общем, пришел он в таком картонном кейсе. Стильном, черном. На передней части напись Everdrive и указания сайта производителя. Внутри, в принципе, ничего нет, кроме самого картриджа. Его держит, в общем, такой холдер, чтобы картридж был в целости-сохранности. Отложим, в общем, коробочку в сторону. Вот так выглядит, в общем, сам Super Everdrive X5. Корпус у него мультирегиональный. То есть вы можете его вставить без проблем как в японскую, американскую, так и в европейскую консоль. То есть проблем с этим не возникнет. Качество пластика на очень хорошем уровне. Практически такое же, как и у оригинальной продукции компании Nintendo. Вот смотрите для сравнения. На задней части надпись Everdrive и указания с сайта производителя. В общем, какие изменения по сравнению с предыдущими версиями Super Everdrive? Во-первых, самое большое изменение это то, что теперь Super Everdrive X5 использует microSD обычные. А не SD, как было в предыдущих версиях. И, в общем, с предыдущими версиями были проблемы. В общем, иногда было сложно вставить SD-карту туда. Ну, а здесь с этим проблем нету. Только надо попасть. В общем, щелчок. И все, карточка на месте. Чтобы начать пользоваться Super Everdrive, нужно скачать с сайта Krix.com прошивку, в общем, операционную систему для Super Everdrive X5. И можно приступать к игре. Ну, предварительно, конечно, нужно закинуть ромы. Давайте сейчас посмотрим, что из себя представляет этот картридж. В общем, запустим его на оригинальное Super Nintendo. И посмотрим, что он вообще может запустить. Чтобы начать пользоваться флеш-картриджем, первым делом нужно пойти на сайт Krix.com и скачать оттуда прошивку для Super Everdrive X5. Это я уже сделал. Записал ее на SD-карту. И когда вы первый раз включаете флеш-картридж, вас приветствует вот такая надпись. Настройки сброшены по умолчанию. Нажмите любую кнопку, что мы сейчас и сделаем. И мы сразу попадаем в меню нашей SD-карты. В общем, это те папки, которые я сделал, когда записывал ромы на SD-карту. Чтобы попасть в меню настроек флеш-картриджа, на геймпаде нужно нажать Select. Перед нами открылось главное меню настроек флеш-картриджа. Здесь мы видим всевозможные пункты. И начнем мы с пункта Options. Чтобы туда попасть, нужно на паде нажать кнопку A. И перед нами открывается список функций флеш-картриджа. Первый пункт SuperKey – это, в общем, некий аналог MegaKey, который в 90-е использовали, чтобы обходить региональную защиту картриджей. То есть вы могли на PAL-овской консоли при помощи MegaKey запустить, например, картриджи американского региона, либо японского. И здесь, в данном случае, SuperKey позволяет обойти региональную защиту и запускать, в данном случае у меня PAL-овский SuperNintendo. И, в общем, на нем я могу при помощи SuperKey запускать ромы американского региона, японского, ну и, конечно же, европейского. Этот пункт мы оставляем включенным. Следующий пункт Cheats – это возможность SuperEverDriver использовать коды GameGenie. Его тоже оставим включенным, чтобы посмотреть, как это работает. Третий пункт Swap AB – это, в общем, поменять местами кнопки AB. Но этим я пользоваться не буду, оставлю его выключен. QuickReset – это возможность по нажатию кнопки Reset на консоли вернуться в меню SD-карты. И следующий пункт – это возможность спрятать системную папку, которая находится в корне SD-карты. Она нам не нужна, поэтому мы ее спрячем. Так, следующий пункт – это последняя запущенная игра. То есть мы нажимаем этот пункт, и запускается последняя игра, в которой мы играли. Random Game – это возможность дать флэш-картриджу консоли, выбрать какую-нибудь вам игру, которая записана на SD-карте. То есть это, в общем, такая рандомная рулетка. Cheats – это возможность, в общем, вводить GameGenie коды. Device Info – информация о устройстве. В общем, мы здесь видим, какой картридж используется. Версия прошивки, регион консоли. Ну, в общем, вы сами видите. Дальше идем. Следующий пункт – это диагностика флэш-картриджа. Там ничего интересного нет. Ну и последний пункт – об устройстве. И вот видите, кто производитель, где произведено. То есть, в общем, вся информация о флэш-картридже. Что ж, ну, с этим разобрались. В принципе, больше в меню ничего интересного нет. Мы его уже все осмотрели. Переходим к самому интересному, к играм. Начнем, в общем, с официальных игр. Например, запустим Contro. И посмотрим, как быстро запускает консоль Ромы. Ну, запустим, в общем, европейского региона Ром. Видите, запускается игра просто мгновенно. Старые версии, в общем, нужно было ждать, пока игра сотрется, снова запишется. И только тогда игра запускалась. То есть, никаких проблем с запуском обычных игр, которые не используют SV-чипы, DSP-чипы у нас нет. То есть, все работает, как и должно. Вот опять же, европейские версии Contro всегда были какими-то извращенными. Они даже назывались не Contro, а Probatector. То есть, вот мы запустили европейскую версию. Здесь, в общем, мы играем за роботов. Мне никогда не нравились европейские версии Contro, потому что это не Contro, а это какая-то ахинея. В Contro должны быть крутые мужики, а здесь их нету. Что ж, ну, понятно, в общем, Ром работает. Давайте попробуем запустить Ром другого региона. Посмотрим, как работает софтовый Мегакей. Опять же, игра запустилась без проблем. То есть, Ром американского региона запустился без проблем. Что ж, давайте проверим теперь, как работают функции Game Genie на этом картридже. Проверим мы их на игре Aladin. Чтобы запустить Game Genie, нажимаем кнопку A, появляется меню, выбираем Select Only. И теперь можем ввести коды. Я их уже заранее ввел. Вот вы их видите на экране. И теперь запускаем игру и проверим, действительно работают Game Genie. Ну, как вы видите, Game Genie работают. Стражники не наносят Aladin урона. Так что все заявленные функции Криксом прекрасно работают. Что ж, переходим к другой игре и посмотрим, например, что-нибудь из демок. Не вышедший прототип Реймона, который должен был выйти на Super Nintendo, но так и остался в общем прототипом. То есть даже вот обычная дни демка, даже прототип прекрасно запустился без каких-либо проблем. То есть игра работает. Также здесь без проблем запускаются и Homebrew игры, и игры с переводами, и хаки. То есть все это запускается здесь без проблем. Ну что ж, с этой игрой все понятно. Идем дальше. Вот, например, еще одна демка запустим. Так что Mode 7 тест тоже работает. То есть никаких проблем. Что ж, запускаем еще одну игру. Здесь у меня есть несколько игр, которые вышли относительно недавно. например вот эта игрушка Homebrew Christmas Grace. Давайте запустим ее. Это в общем такая довольно простенькая Homebrew игрушка из разряда тех игр, которые тысячами расплодились в Steam, в Switch, библиотеке. То есть вот эти вот так называемые инди-игры. в виде 2011 года игра и все прекрасно запускается. Что ж, давайте запустим чего-нибудь потяжелее. здесь есть игра Dark and Jump. Эта игрушка не была закончена. Она в общем была брошена на стадии производства. Была в общем закончена где-то на 60%. Относительно недавняя в 2014 году ее взяли энтузиасты и закончили. То есть перед нами игра, которая никогда не видела свет. И благодаря в общем энтузиастам она была выпущена на картридже. И вот смотрим как она работает на этой консоли. Да-да, до сих пор все еще на старушку Super Nintendo выходят новые игры. Вот, ребята, вы видите, все прекрасно работает без каких-либо глюков. То есть проблем никаких нет. Ромы запускаются даже не официальные. Ну что ж, с этой игрой в принципе все понятно. Здесь есть еще одна игрушка Nightmare Busters. Это тоже в общем homebrew игра. Запустим ее. Это тоже относительно свежая игра для Super Nintendo. 2012 года. Все работает отлично. переходим к другой игре. Давайте посмотрим, как работают, например, игры с переводом. У меня есть русская версия Legend of Zelda Link to the Past. Давайте запустим ее. то есть все запустилось без проблем. Русская версия на Super Nintendo. Русская версия Zelda. флешкарда. здесь точно так же работают и сохранения, которые поддерживались играми. Вот у меня есть мое сохранение. Сейчас мы его запустим. Я просто запустил игру, сохранился в самом-самом начале. Вот видите, нормальный русский текст и теперь очень удобно играть. То есть и сохранения, которые были предусмотрены играми, в которых были батарейки, они все прекрасно работают на этом флешкартридже. сами видите, что я загрузился с сохранения. И работают вот те же самые русифицированные образы игр. С этим проблем тоже нет. То есть вот конечно существенный минус этого флешкартриджа, но и нужно учитывать цену. Это все-таки 89 баксов. Вот единственный минус, в общем, что он не запускает культовые игры, такие как Mario Karts, Star Fox, то есть жалко конечно, но это в общем дополнительные деньги, чтобы эти игры запустить. Нужно заплатить, грубо говоря, почти 200 баксов за SD to SNES. Ну то есть вы видите, все прекрасно работает. Давайте посмотрим, как на этом картридже работают например хаки. Есть у меня в общем здесь хак Donkey Kong Country. Запускаем его. Игра запустилась. Без проблем. Сейчас посмотрим, как она будет работать. все пока работает. в общем здесь измененные полностью уровни. И игра работает без каких-либо проблем. Заберем буковку. Я уже успел его потестировать. В принципе прошел как минимум игр 5-6. Никаких проблем с прохождением не было. Все прекрасно работает. Работают сохранения. Так что это очень-очень качественный продукт. Если вам не сильно важно, что он не запускает такие культовые игры, как Mario Karts или Star Fox или Mario RPG, то в принципе можете брать его смело. это хороший выбор за конечно не очень скромную сумму, но оно того стоит. Что ж ребята, всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.